Националистические тенденции, радикальные, подчеркну, националистические тенденции в Казахстане просматриваются все более и более явственно. И это отрывок из интервью, который отдал посол России в Казахстане Алексей Бородавкин российскому информагентству. Опубликовано оно было 2 декабря. В нем дипломат характеризует президентов Казахстана и России как людей одного поколения с похожими взглядами на жизнь и обвиняет страны Запада в попытке настроить Казахстан против России. Кроме того, посол заявил, что Россия поможет Казахстану, если понадобится пресечь националистические выступления в стране. С сильным мандатом, который есть у президента теперь, я думаю, что эти жесткие меры по пресечению всякого рода экстремистских националистических выступлений будут осуществляться. Если нас попросят об этом, мы поможем. Друзья, YouTube отключил нам монетизацию, посчитав наш контент неугодным. Поэтому дальше будем двигаться исключительно с помощью вашей поддержки, как вы можете нас поддержать. Первый способ. Почти все мы делаем покупки на международных маркетплейсах, такие как Алиэкспресс, Амазон и прочее. Каждый раз, когда решаете совершить покупки в этих интернет-магазинах, вспомните нас и переходите туда именно по нашим ссылкам. Вы совершаете свои привычные покупки и ничего не теряете, ну а мы получаем небольшую комиссию от продаж. Второй способ. Если вы намерены покупать и продавать криптовалюту, то вам нужна популярная и надежная биржа. Мы рекомендуем биржи, которым пользуемся сами. Регистрируйтесь в них по нашим ссылкам. Третий способ. Вы можете оказать нам поддержку обычным переводом средств на наш счет. Все ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Чем активнее ваша поддержка, тем больше времени мы сможем уделять каналу. В Краснодарском крае националисты провели марш с лозунгами «Русские вперед, один за всех и все за одного», а случилось это в Кореновске Краснодарского края. СМИ пишут, что поводом для акции стал конфликт жителей с россиянами, подчеркну, не с мигрантами, а с россиянами, но курдского происхождения. Вечером они якобы включили громкую музыку в машине, проходивший мимо местный житель сделал им замечание, после чего завязалась драка. Честно сказать, разные местные СМИ описывают эту ситуацию по-разному. Поэтому, упустив конкретные детали, можно просто взять ситуацию в модуле. Русские россияне сцепились с курдскими россиянами. Ну и после случившегося националисты из движений «Русская община и Северный человек» это так называемые «русские общины». И здесь важно отметить, дело даже не в самих общинах, что они есть, секреты здесь нет никакого. Дело в другом, вот представьте себе картину. Сидит в Кореновске бабушка перед телеком, и ей из телека рассказывают про националистов в Украине. Она сидит и приговаривает «так их, так!» в тот же самый момент, под ее окнами. «Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед!» Калаш мне в рот, я даже не знаю, смеяться мне или плакать. Получается, с чем боролись, на то и напоролись. Полагаю, вы немного в шоке от услышанного. В шоке? Да я просто от услышанного. «Тогда что нам делать? Муравью приделать! Тащи шампанское и шнапс! Будем праздновать День Победы!» «Русские вперед!» «Один за всех! И все за одного!» «Не отступать! И не оставаться!» «Не отступать! И не оставаться!» «Не отступать! И не оставаться!» Но знаете, мы все равно с вами не понимаем. Это же совсем другое. Поможем разобраться в вашем внутреннем мире.